Острый дефицит учителей русского языка и начальных классов наблюдается в Актюбинской области. В ряде школ открыты вакансии преподавателей точных наук. Как в преддверии нового учебного года намерены выйти из положения чиновники от образования, расскажет наш корреспондент Айсулу Махмутова. За плечами жена Цуентаева и 40 лет преподавательского стажа. Вот уже три года женщина на пенсии, но провожать на заслуженный отдых одного из лучших специалистов, руководство 24-й школы, не торопится. Такие учителя говорят сегодня на вес золота. Под руководством жена Цатановны ученики добиваются высоких результатов на конкурсах разных уровней. А молодые специалисты успешно проходят период адаптации и проникаются любовью к профессии. Профессия учителица очень достойная. Она уважаемая государство. Она сейчас поднимает статус учителя. Много делает для того, чтобы учитель стал достойным человеком в нашем обществе. Молодые коллеги, дорогие мои, не бойтесь, идите работать в школу. Школа вас ждет, дети вас ждут, нужны ваши знания. Найти достойную замену педагогам советской закалки не так уж просто. К примеру, 24-я городская гимназия сегодня нуждается в шести специалистах. В учителях английского языка и начальных классов. Аналогичная ситуация сложилась почти во всех общеобразовательных учреждениях региона. Наблюдается острая нехватка русоведов, а также преподавателей точных наук. В настоящее время открытыми остаются шесть вакансий. Отправили запросы в городской отдел образования и центр занятости. До этого принимали участие в ярмарках, но безрезультатно. Хочу сказать, что наши двери всегда открыты для молодых людей. В начале пути поможем, чем можем. Коллектив очень хороший, устоявшийся. В целом, Октябрьская область сегодня нуждается в 265 школьных учителях. Пока дефицит кадров чиновники от образования покрывают за счет пенсионеров. Свою лепту в решение проблемы вносят вузы, которые обеспечивают рынок труда, в том числе преподавателями смежных предметов. Вместе с тем, с каждым годом увеличивается количество образовательных грантов на востребованные специальности. С учетом потребностей региона в кадрах, два года подряд за счет средств местного бюджета было выделено 200 грантов. Из них 63 на педагогические специальности. В этом году для детей из малообеспеченных и многодетных семей нацфонд выделил 180 грантов. Тесно сотрудничаем с колледжами и вузами. Готовых специалистов сразу трудоустраиваем. Проблему дефицита учителей в регионе чиновники от образования надеются искоренить в течение двух-трех лет.